Сегодня мы на станции Варшава-Заходня. Сюда приезжают огромные потоки людей. Крязные деньги, так, что сказать, где-то 20 тысяч. Что-то такое из румынского фольклора. Здесь они ждут своего работодателя. Вы из Грузии, да? Да, да, я из Грузии. Работаете здесь. Скажите, сколько можно за день зарабатывать? Ну, знаете, пока тоже, я не знаю, всего четвертый день, что я сел на такси. Но сейчас уже не так много, как раньше. Говорят так. Но в среднем 500-600. Пока до 500 не доехал. То есть в среднем можно заработать? В среднем где-то 300-350. Где-то пока так. 300-350 злотых это примерно 70 долларов получается. Но из этого 28% берет компания. Я понял. И аренда машины. Ну, сколько вот можно в месяц зарабатывать чистыми в такси, вот если хорошо так работать? Если хорошо зарабатываешь, да. Да. Короче, надо зарабатывать нечисто. Грязные деньги, так, что сказать. Где-то 20 тысяч. Угу. И из 20 тысяч где-то в аренду и туда бензин, газ, уходит где-то 8 тысяч. Я помню. Сколько вот в евро чистыми можно заработать? Евро мне. Евро мне курс не знаю евро этого. А, а за на 4, да. За 4 выходит за евро. Ну, сейчас тебе скажу в долларах. Я тебе скажу. Это выходит чистый прибыл. Это 2 500. 2 500 долларов. Да. 2 500 долларов. Я понял. В Америку не хотите? Да, конечно. Хотите поехать потом отсюда в Америку? Хочу, кто не хочет. Понял. Спасибо. Не за что. Привет, друзья. Сегодня мы на станции Варшава-Заходня. Сюда приезжают огромные потоки людей. Как я говорил, Эджи, Электролюкс, Ренус Логистик, Икеа. Каждый день всем требуются сотрудники. Запросы по 100-150 вакансий в сутки. Вот сегодня мы встречаемся, наверное, с самым крупным работодателем, который находится здесь, в Варшаве. И как раз у нас сейчас в 11 часов встречи, через полчаса. Кстати, когда туризм полностью остановился из-за коронавируса, рабочее направление, HR, деятельность процветает. От этих компаний приходят 150-200 заявок каждый день на новые вакансии. Так что, если вы хотите переехать за границу, очень рекомендую, друзья, использовать проверенный маршрут, рабочая виза, приезжать сюда и работать. Польша, так называемое окно в Европу. Приехав сюда, вы уже сможете перемещаться в другие страны. Поработайте сначала по рабочей визе, потом дальше можно сделать карту побыта. Из карты побыта можно уже перемещаться по Европе. Вакансий много, и строителей, и даже врачи. В Швеции меня постоянно спрашивают по поводу врачей. Нам сюда, да? Вот, кстати, офис мы пришли. Наденем масочку. У меня, кстати, такая масочка. Это что-то такое из румынского фольклора. Наверное. Да. Так, вход здесь. Ну, друзья, идем в офис. Расскажу, когда выйдем. Мы на станцию Варшава-Заходня. Здесь так называемый приемник, где люди приезжают с разных мест, и здесь они ждут своего работодателя. Работодатель приходит вот сюда и забирает на работу. То есть вот так все это выглядит. А вот здесь сразу же соседнее помещение. Люди открывают расчетные счета. То есть здесь представители банка. Так вот это выглядит. То есть когда работодатель вас забрал, здесь открывается расчетный счет. То есть все поставлено на поток. Так что когда приедете в Польшу на работу, работа начинается вот с этого помещения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова